С начала 2019 года, согласно закону, полномочия по обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья стали принадлежать Фонду социального страхования, а не Министерству труда и социальной защиты. Такой переход стал причиной серьезных неудобств. Полгода семьи не могли получить положенные средства реабилитации и абсордирующее белье, а также должным образом возместить затраты. Особенно остро назрел вопрос в Ульяновской области. Тогда к приснению ситуации подключилось региональное правительство. На встречу к обеспокоенным родителям два месяца назад приезжал зампредседателя ФСС Алексей Кошелев. Сегодня председатель правительства Александр Смекалин собрал родителей детей-инвалидов и представителей двух профильных ведомств вновь. Что касается обеспечения технических средств реабилитации наших подвесных учреждений, всего 735 человек. В технических средствах инвалидов является нашим учреждением подвесных. Из них технические средства реабилитации нуждаются 615 инвалидов, в том числе 403 инвалид средств ежедневного пользования. На сегодняшний момент 95% получили средства реабилитации. Как пояснил Логин, в целом ситуация во многом улучшилась. Почти все граждане этой категории получают необходимые средства без задержек. Открытыми остается вопрос по санитарно-курортному лечению и выплате компенсации. Но представители общественной организации родители детей инвалидов в один голос уверяют – подгузники выдают, а вот качество их явно страдает. Бывает так, что качество не совсем надлежащее. На данный момент мы собираемся спаривать, например, по подгузникам качество. То есть будем инициировать независимую оценку через ФСС. Эта процедура долгая, но надеюсь, что она будет плодотворной и удачной у нас. Александр Смекалин попросил подключить к этой работе и службу по защите прав потребителей. Поэтому давайте мы Алексею Сергеевичу пропишем, тоже в качестве поручения, для того, чтобы он выделил специалист, для того, чтобы помог правильно все это оценить, выверить, сверить, юридически, если есть какие-то вопросы, помог составить правильные документы и запросы. Однако в ходе беседы выяснилось, что ключевой проблемой остается налаживание обратной связи. Со слов родителей, трубки в региональном отделении ФСС так и не берут. Горячая линия недоступна. Как итог, узнать текущее состояние дел невозможно. Серьезные затруднения есть и по части оформления бумаг. Действительно, наверное, не до всех дозвонились, потому что организовали всю эту работу уже на системной основе полторы недели назад. Это связано и с кадровыми вопросами, это связано и с техническими вопросами. Для того, чтобы, то есть, по поводу организации не коммутатора, а колл-центра, в настоящее время требуются дополнительные средства. Они запрошены. Точных сроков, когда заработает колл-центр, Сергей Фролов не называет. Ускорить этот процесс вызвался председатель правительства. Он вновь встретится с руководством Федерального фонда социального страхования, но уже в Москве. Готов в Москве встретиться с руководством ФСС. К слову, сегодня в регионе проживает более 4 тысяч детей и 10 тысяч взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин